об этом никто не говорит но все об этом думаю некоторые люди очень страшатся этого дело в том что благодаря программе золотой визы последние 5-7 лет греция стала очень популярным направлением инвестиций в недвижимость для счастливых обладателей свободных средств с целью дальнейшего пассивного дохода получения европейского вида на жительство в этом видео я назову свои пять причин почему я думаю что рынок недвижки в греции скоро или не скоро опять же я хотел бы повторить что я не профессиональный эксперт в области недвижимости в греции или другой стране я просто обычный человек у которого есть интерес к недвижимости не только в греции но например и в голландии за последний год-полтора своих путешествий по европе я мониторил недвижку также в болгарии испании латвии и каких-то возможно других стран привет друзья на своем канале артем живет европе я показываю и рассказываю прежде всего про свой опыт жизни в европе путешествую пользуюсь транспортом хожу на мероприятия и встречаю с людьми голландия германия италия испания греция болгария латвия мой канал для тех кто хочет переехать но не знает куда ли с чего начать устраивайся поудобнее не забудь подписаться и поехали в путешествие и в своем блоге я высказываю свою точку зрения а согласны вы или не согласны я был бы рад узнать если вы напишите комментарии под этим видео досмотрите видео до конца небольшой спойлер в конце видео расскажу об очередном открытии которое нашло на меня сегодня в спортзале но только подтверждает мое мнение о том как вещи работают в греции но об этом в конце видео поэтому подпишитесь если еще не подписались и сейчас поехали мои пять причин почему я думаю что рынок недвижки в греции рухнет рано или поздно по традиции возьму вас на прогулку чтобы убить двух зайцев одним видео порассуждать о причинах краха рынка недвижки в афина и прогуляться по афинам а нахожусь я сейчас в районе калифея который является одним из фаворитов у русскоязычных жителей афин сегодня 4 декабря понедельник и паспор день мы идем в сторону ставрос неархас foundation центра ставроса неархаса который является с 2012 года очень популярным местом досуга в том числе зимой там уже сделали каток местом досуга у горожан как бы не парадоксально это звучало но первая причина которая по моему мнению может привести к раху рынка недвижимости в афин является та же самая причина которая привела и к росту цен на недвижимость в афинах это сама программа золотой визы golden visa все дело в том что греки одумались из 31 июля нынешнего 2023 года порог вхождения в эту программу в некоторых районах греции составил не 250 тысяч евро а 500 тысяч евро прежде всего это касается района атики то есть района где расположен город афины потому что во многих других районах греции порог остался прежним 250 тысяч евро однако в районе атики в афинах этот порог теперь с 31 июля нынешнего года составляет 500 тысяч евро именно такая сумма нужно для того чтобы попасть в программу золотой визы объясняется этот тем согласно информации в интернете что правительство греции решила задуматься о благосостоянии местных жителей которым в принципе покупка жилья в афинах стала абсолютно недоступны ну и раньше если честно она не была очень доступной жителям греции кроме повышения порога 500 тысяч евро чтобы попасть на золотую визу нужно учитывать еще множество факторов если честно я сам не специалист по этой программе хотелось бы узнать больше информации о программе золотой визы поэтому если у вас есть какая-то информация пожалуйста напишите в комментарии под этим видео но если вспомнить комментарии и сообщения в группах на фейсбуке то я хотел бы сказать опять же пользуясь общей доступной информации что гражданам российской федерации потому что на русском языке все-таки говорят не только в россии но и в других странах гражданам именно российской федерации вход в программу золотой визы в 2022 году очень затруднен или можно сказать практически невозможен таким образом россияне стали исключены из программы золотой визы в греции в 2023 году но правительство агрессии видимо такими мерами пытается сбить растущий рынок недвижимости в афинах сделать его более доступным для местных жителей но насколько эта мера повышения порога в 500 тысяч евро будет оправдана покажет только время кроме россиян жилье в афинах массово за последние 5 7 8 лет скупали граждане израиля граждане китая турции и каких-то других стран и в некоторых районах афин стоимость жилья стала очень очень высокой именно основываясь на этих выводах сказанных мной только что я полагаю что повышение порога золотой визы дополнительные регуляции и ограничения могут стать одной из причин которые впоследствии могут привести краху цен на недвижимость в афинах и в греции продолжаем идти продолжаем рассуждать и переходим ко второй причине которая по моему мнению также может повлиять на снижение цен на недвижимость в афинах причем чтобы высказать эту вторую причину далеко идти не надо эта причина она лежит просто-напросто на поверхности и для того чтобы высказать эту причину не стоит лезть в интернет искать какие-то статистические данные можно просто сказать общеизвестную общедоступную информацию о том что зарплаты в греции очень очень маленький кстати какая-то новостройка строится интересно сколько будут здесь квартиры стоить прошлом видео по этой ссылке работа в греции или работы в греции нет я рассказывал о том что минимальная зарплата в греции в этом году составила семьсот восемьдесят евро до вычета налогов после налогов это примерно 680 евро ситуацию в данном случае на рынке жилья греции я сравниваю ситуации на рынке жилья в латвии например где тоже невысокие средние заработные платы минимальные средние заработные платы однако там есть какие-то другие тонкости в греции страна можно сказать очень бедно и в чем-то латвия более богатая более развитая страна опять же по моим впечатлениям но что я вижу в греции в 2023 году сейчас декабрь я посмотрел на объявление спитов спитогатус христиев кире это сайты объявлений и самое недорогое самое такое захудалое жилье что можно более-менее приобрести сейчас причем вариантов очень мало она стоит примерно 50 тысяч евро и при зарплате 700 евро и очень часто греки получают действительно такую маленькую зарплату я просто напросто если честно я не вижу каких-то оснований для того чтобы цены продолжали в афинах расти таким образом именно средняя и минимальная зарплата 700 евро является в моем списке второй причиной почему я считаю что в афинах и в греции рано или поздно произойдет крах недвижимости но я считаю это такой пузырь просто-напросто если брать именно внутренний спрос то его практически нет или очень мало весь спрос был рожден спросом зарубежных покупателей недвижимость перехожу к третьему месту в своем списке причин почему рынок недвижки афины греции может рухнуть я переместился на центральную площадь афин площадь синтагма здесь уже стоит елочка время пять часов вечера уже начинает темнеть и такой ветер а вообще если вам интересно посмотреть на афины я приглашаю вас на свой канал артемис тревелин по этой ссылке у меня есть 30 минутная прогулка по рождественским афином с огнями пожалуйста посмотрите вы наверное очень интересно третьей причиной почему я считаю рано или поздно произойдет крах недвижимости в афинах и в греции это отсутствие урегулированного рынка ипотеки в афинах и в греции во всех странах как европейских так и не европейских например в россии есть рынок ипотеки который очень сильно влияет на формирование цен на жилье и вообще формирует рынок недвижимости в целом прежде чем делать заявление об отсутствии рынка ипотеки в греции я конечно же сделал небольшой ресерч в интернете я написал мордкач грис ипотека в греции и я нашел несколько веб-сайтов где содержится информация о возможности получения ипотеки в греции я сейчас не скажу какие там стоят процентные ставки процентные ставки повсюду в мире выросли обычные условия это внесение 20-40 процентов суммы и есть какие-то льготные условия ипотеки для тех людей которые молоды до 39 лет могу сказать что если постараться то в интернете можно найти информацию об ипотеке в греции реальность же состоит в том что фактически в греции ипотеки как таковой как такого такового инструмента особенно не существует практически может быть последние годы ситуация изменяется потому что многие молодые люди просто не могут приобрести жилье в своем родном городе в афинах но чтобы подвести итог об ипотеке или отсутствие ипотеки в греции я бы хотел сказать что когда снимал квартиру в афинах причем я делал это неоднократно я разговаривал с одной из крупнейших риэлторов русскоязычных в афинах которая на вопрос об ипотеке в греции сказала мне что в греции ипотеки нет то же самое кстати есть и в испании в январе в этом году я был в испании я узнавал про ипотеку она вроде бы есть и и вроде бы и нету то же самое и в греции ипотека вроде как бы есть но на самом деле практически ее нету а причина кроется в том что греция очень сильно пострадала от финансового кризиса в конце нулевых начале десятых годов и все эти банковские продукты как ипотека очень сильно были прикрыты это общая информация об ипотеке или скорее об отсутствии ипотеки в греции но я хотел бы также прислушаться мнению своих комментаторов если вы обладаете информацией об ипотеке в греции пожалуйста напишите комментарий я буду очень рад если вы предоставите какую-то иную информацию на мой же сугубо не экспертный взгляд такой инструмент как ипотека помогает динамически развивать рынок недвижимости и формировать цены на рынке недвижимости в греции этот инструмент он либо отсутствует либо присутствует в очень ограниченном количестве что негативно влияет на цены на рынке недвижимости они просто-напросто растут вообще как какой-то ну пузырь будем говорить так хочу себе квартиру в афина я же подхожу к четвертой причине своего списка почему цены на недвижимость в греции могут рухнуть может быть следующая причина может показаться какой-то не очевидной но на самом деле она действительно по моему мнению влияет на формирование на недвижимость в афинах и не только в афинах в любой стране и сейчас я говорю об аренде жилья и стоимости аренды жилья на самом деле в афинах стоимость аренды жилья выросла можно сказать многократно аренда жилья более-менее что-то такое приличное сейчас начинается от 500 евро то есть сумма сравнимая с минимальной или даже средней зарплатой в греции уже так темно стало и лучше видно огни афин рождественские пока я буду продолжать рассуждать мы направимся в сторону центральной торговой улице афин улице р в любой стране европейской не европейской цивилизованной стране рынок аренды жилья и рынок покупки жилья они очень близко взаимодействуют друг с другом в том числе это должно по идее происходить и в афинах но афина это греция как говорится в греции все работает не так как в остальном мире по какому-то греческому стилю но тем не менее рынок аренды он действительно по моему мнению он влияет на рынок покупки недвижимости я могу об этом говорить в том числе и по наблюдению рынка недвижимости в голландии когда-то довольно давно у меня была квартира в ипотеку в роттердаме а в последнее время у меня находится квартира в длительную аренду в постоянную длительную аренду в амстердаме и по этой ссылке можете посмотреть моё видео о моей не моей квартире в амстердаме на самом деле сложно конечно сравнивать рынок голландии рынок греции в том числе рынок афин но я хотел бы пояснить что в голландии рынок аренды очень сильно урегулирован регуляция регулирование рынка аренды происходит также например в испании насколько я знаю в греции никакого регулирования рынка очевидного рынка аренды практически не существует в данное время цены на аренду жилья в афинах достигли каких-то невероятных высот если особенно сопоставить эти цены на аренду с реальными доходами населения которые в принципе довольно низкий другая особенность греции в том но в принципе многих среди земноморских стран состоит в том что люди очень часто живут в семейных домах люди живут с родителями до пресс-пенсионного возраста можно сказать поэтому по моим наблюдениям а я хотел бы сказать что внутренний спрос на аренду жилья в афинах не настолько высокий он есть конечно безусловно он есть сюда также приезжают иностранцы но не настолько развитый не настолько высокий как например в амстердаме куда съезжаются экспаты со всего мира в амстердаме есть регулирование этого рынка в афинах его практически нет все ставят такую цену которую им захочется однако эти высокие цены с большим трудом и с меньшей вероятностью могут встретить спрос именно этот баланс высокая цена и не очень высокий спрос рождает некое явление которое может быть по моему мнению и может привести к краху рынка недвижимости в афинах попытался выразить свою мысль надеюсь что вы меня поняли рынок аренды и рынок покупки очень сильно взаимосвязаны я был бы очень благодарен еще раз повторюсь если вы напишите свой комментарий по этому поводу под этим видео мы добрались и до последней пятой причины моего списка почему я думаю что рано или поздно цены на недвижку в афинах рухнут я думаю что не нужно быть уорреном баффетом или джорджем соросом чтобы понять эту следующую причину а дело все в том что постоянное удорожание стоимости жизни и коммунальных услуг может иметь только один предел когда спрос на предложение будет просто минимальным но по закону рынка как всем известно именно спрос формирует предложение и именно спрос соответственно играет роль формирование цены я сравниваю грецию с голландией и вижу что цены на коммунальные услуги не говоря уже про цены на продукты в магазинах и супермаркетах в греции намного выше чем в той же голландии или например германии в начале года я жил и в испании и даже в испании цены ниже чем в греции неоднократно возросшие цены на аренду коммунальные услуги почти не повысившаяся зарплата дополнительные ограничения на рынке золотой визы и в целом полное удорожание жизни не могут негативно не повлиять на цены на недвижимость в афинах квартира airbnb в которой я сейчас нахожусь может являться очередным примером почти все 10 дней в этой четырехкомнатной квартире я нахожусь один спроса на подобное жилье которое расположено далеко от транспортных узлов является жильем не очень хорошего качества полагаю практически нет знаю что хозяйка этой квартиры является китаянкой могу смело предположить что она приехала в грецию по программе золотой визы программа дает право на пятилетнее проживание в греции в том случае если вы все еще имеете свою жилплощадь и если по каким-то причинам а все держатели золотой визы или часть держателей золотой визы начнет распродавать свое имущество хотя бы только потому что они больше не могут содержать его из-за высоких коммунальных платежей все это может создать ситуацию снежного кома что в принципе и может привести к краху рынка недвижимости так что по моим личным ощущениям не эксперта в данной нестабильной ситуации я все-таки воздержался бы от инвестиций в недвижимость в афину но опять же греция очень уникальная страна в том плане что многие вещи здесь работают не по тем же принципам как и в остальном мире поскольку вы досмотрели мое видео до конца будет вам бонус как и обещал покажу последний пример чему я был удивлен вчера когда находился в спортзале это было очередным напоминанием того что я нахожусь в греции вчера как и собирался я взял себе месячный абонемент на занятия спортом в спортзале фитнес-центра планет фитнес калифе решил сделать это только потому что давно не занимался спортом а этот спортзал находится в одной минуте пешком от моего дома где сейчас нахожусь и хотя я жил в греции раньше и я точно могу сказать я люблю грецию и афины в очередной раз я убедился что в греции цены очень высокий в то время как качество и сервис очень низкий а примером этому утверждению может служить оборудование спортивном зале планет фитнес калифе например на весь четырехэтажный спортзал я насчитал всего лишь четыре спортивных коврика тренажеры настолько старой что таких я не видел даже в омске про старинный гантелей говорить нечего ну а изюминка этого фитнес-центра его цена 39 евро за месячный абонемент в то время как в отлично оборудованном спорт сити в амстердаме я платил 29 евро но мы находимся в греции и этим все сказано большое спасибо что досмотрели мое видео про недвижимость до конца с чем-то вы можете быть согласны с чем-то вы можете быть не согласны буду рад увидеть вас снова на своем канале артем живет в айропе с приветом из афин пока стамбул поеду или все-таки пока в афинах буду